Несмотря на бешеную популярность китайских смартфонов, на рынке остается предостаточно места для остальных. Ведь далеко не все гонятся за минимальным прайсом. Например, линейки Samsung Galaxy A или Asus Zenfone всегда вызывают интерес, ровно как и Moto G. Последнее привлекает фанатов к чистым Android, вниманием к мелочам и отточенной работой. Сегодня мы проверим, соответствует ли этому описанию Moto G4. Как обычно, Moto G поставляется в простом картонном боксе вместе с документацией и зарядкой. Несмотря на модное веяние, смартфон по-прежнему сделан полностью из пластика. Это вовсе неплохо, ведь материал шероховатый, так что устройство совсем не скользит. Также увеличились размеры корпуса, теперь это 5,5-дюймовый смартфон с соответствующими габаритами. Очевидное нововведение – полностью переработанный дизайн. На прошлое поколение Moto G он похож разве что номинальным углублением под камерой, в которое теперь не так удобно класть палец во время разговора. Фактически дизайнеры отказались от любимой многими покатой задней крышки и создали обычный смартфон. Пожалуй, фанаты линейки ожидали другой переработки дизайна, тем более, что новая внешность только подчеркивает толщину корпуса. Еще один минус – неудобные клавиши, ведь они нажимаются заметно туже, чем хотелось бы. Впрочем, есть и достоинства. Например, полностью чистая лицевая панель. А под съемной крышкой находятся отдельные слоты для двух карт формата microSIM и карты памяти. По сравнению с прошлым поколением, в модели отказались от влагозащиты и ее нельзя погружать в воду. Зато это позволило отказаться от защитных мембран на динамиках и звук стал намного лучше. Единственный спикер находится над экраном и обеспечивает хорошую громкость и качество звука как в режиме разговора, так и прослушивание музыки. В отличие от Штатов, где работает сервис Motomaker, в Украине смартфон доступен только в черном и белом цветах. Официальная цена тоже отличается от штатовской, но на Hotline хватает вкусных предложений с гарантией от магазинов. Ссылки ищите в описании к этому видео. Как мы уже упоминали, диагональ экрана увеличилась с условно-компактных 5 дюймов до более популярных 5,5. С HD до Full HD симметрично подросло и разрешение. А вместе с ростом характеристик улучшилось качество изображения. Экран практически идентичен прошлогоднему Moto X Play, обзор которого есть у нас на канале. В целом это хороший IPS-дисплей со спокойной натуральной цветопередачей. У него нет проблем ни с яркостью, ни с контрастностью. С точки зрения характеристик смартфон тоже стал интереснее. Инженеры заменили относительно слабый чип Snapdragon 400 серии на решение следующего уровня Snapdragon 617. Вместе с 2 гигабайтами оперативной памятью и 16-ю постоянной устройство не побьет все рекорды Antutu, но и нервничать из-за глюков не придется, потому что работает Moto G отлично. В первую очередь это касается повседневной производительности, работы системы и скорости запуска программ. Но и для игр смартфон подойдет, как минимум на средних настройках графики, нормально пойдут большинство. Не в последнюю очередь так происходит благодаря оптимизации и практически чистым у Android 6.0. Как в Nexus в системе нет миллионов предустановленных программ и прочего мусора. От себя компания добавила только пару фишек, например, возможность запустить камеру поворотом запястья и функцию Active Display, заменяющую индикатор пропущенных событий. Когда вы берете смартфон со стола, на экране появляются часы и пиктограммы уведомлений, плюс есть возможность быстро разблокировать смартфон. Автономность смартфона такая же, как и у прошлых поколений. От несъемного аккумулятора на 3000 мАч в активном режиме смартфон работает с утра до вечера, показывая 5 часов экрана. А при меньшей нагрузке можно выжать дня полтора. Есть поддержка быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0, но тут уже понадобится соответствующая зарядка, которая есть, например, в комплектации старшей модели с приставкой Plus. Поклонникам мобильной фотографии устройство предложит камеры на 13 и 5 мегапикселей. Судя по всему, качество съемки осталось на сравнимом с прошлогодним аппаратом уровне. Фотографии выглядят неплохо, но тот же Moto G4 Plus снимает заметно лучше. Фронтальная камера фотографирует сведения, особенно при недостаточном освещении. В описании есть ссылки на текстовые обзоры на ITC UA, где вы найдете больше примеров фото. Запуск камеры происходит не слишком быстро. Надеемся, что это поправят с обновлениями. Зато обновилось само приложение. В нем появилась выделенная клавиша съемки и полностью ручной режим с настройками фокуса, баланса белого, выдержки, ISO и экспозиции. В итоге Moto G4 сохранил большинство фирменных особенностей линейки. Это быстрый смартфон с чистым Android, хорошим экраном, динамиками и нормальным временем работы. К сожалению, он уже не может похвастаться фирменным дизайном и для многих фанатов это станет заметным минусом. К тому же модель G4 Plus стоит всего немного дороже, но предлагает заметно лучшую камеру, сканер отпечатков пальцев и отличный зарядник в комплекте. Так что если вы засматриваетесь на новый G, имеет смысл взять именно старшую модель.